Культурно провести время с семьей есть возможность у междуреченцев. В залах городских учреждений работают выставки. Подробнее о них расскажет Вера Фефилова. На фото Ирина Чистова со своей выпускной работой. Портрет Островского защитила в художественном училище 30 лет назад. Так началась ее творческая карьера. Сегодня ее картины «Наследие». Выставка посвящена памяти автора. Эти работы, акварельные, гуашевые, в этом зале у нас разместились. Очень много пленерных работ. Здесь Санкт-Петербург, потому что она там родилась. Она родилась там на Большом проспекте. Песня «Дождь в деревне, весна в стрельне, вечер на гумне, голубой город». Ирина посвящала свои картины разным уголкам России и ближнего зарубежья. Любовь к родине, природе и жизни – главные мотивы работ. «Что надо писать не то, что я вижу, а то, как действует на меня увиденное. Именно это чувство дает мне гармонию своей души с природой. Эту гармонию я нашла в Русском Севере и на Урале». Такие строки написала художница о своем вдохновении. В Междуреченск приехала за красивыми пейзажами и величественными горами. Но прожила здесь только год. Дети Ирины оставили работы мамы в подарок художественной школе. Горожан ждут на выставку. «Туда можно спрятать клубочки, например». Прежде чем выбросить, подумай. Вторичный материал в руках мастериц творческого клуба «Ажиотаж» превращается в полезные и красивые вещи. «Мы решили показать людям, насколько можно использовать бросовый материал, чтобы не засорять свою родную планету. Поделки для дачи, для дома, подарки, в конце концов, сделанные своими руками. Красиво, удобно и дешево». Пакеты, женские колготки, бутылки – из этого сделаны сказочные персонажи. Шкатулки, игольницы, сумки и шляпки. Каждая хозяйка будет рада таким мелочам, говорят сотрудники клуба «Ажиотаж». Познакомиться со всеми экоэкспонатами выставки. Сделав чудо это, «Сбережем планету» можно в библиотеке Центр национальных культур. Кузнецкая, 52. Вера Фефилова, Игорь Ковалев, Игорь Докучаев. Новости+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова